Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами компания Научно-производственный центр гивитализации здоровья и врач-генетик, кандидат медицинских наук Собурова Ирина Юрьевна. Продолжаем знакомиться с продукцией нашей компании. И сегодня мы с вами будем говорить о защите наших почек и о продуктах, которые называются Ринепорт и Фланорм. Как обычно, давайте перед началом нашей лекции проверим, как вы слышите меня, как вы меня видите, хорошо ли вы видите презентацию. Пожалуйста, плюсиками, минусами, как меня видно, как меня слышно. Так, хорошо, плюсики появились, значит, меня, в принципе, слышно. Хорошо, остальные будут подтягиваться. Мы с вами начинаем нашу работу. Итак, почки. Почеводелительная система. Вот она у вас представлена на слайде. Состоит она из почек парного органа. Почки соединены у нас через мочеточники с мочевым пузырем. И заканчивается это все мочеиспускательным каналом, который открыт у нас в окружающей среде. Орган паренхематозный. И мы с вами потом посмотрим, из чего состоит эта ткань, это паренхинг. Да, почки у нас фильтруют мочу с вами. И моча попадает вот сюда, вот в эти вот небольшие, по сути дела, образования почечной лоханки. Дальше она спускается по мочеточнику. Да, мочеточник – это трубка. Мышечная трубочка. Посмотрите, пожалуйста, не очень толстого диаметра. Дальше все это попадает в мышечный полый орган, мочевой пузырь. Достаточно объемный. Здесь моча сохраняется до того момента, пока не появляется возможность удалить ее наружу. Какие особенности нам здесь с вами нужно, на какие особенности строения этой системы нам нужно с вами обратить внимание. Во-первых, как я уже сказала, лоханка достаточно небольшая. То есть объем мочи, который в ней может храниться, не очень велик. Это тоже мышечная система. А мочеточник – это полая трубка. По своей структуре она похожа на шланг резиновый. Вот если вы возьмете в руку резиновый шланг соответствующей ширины, то примерно себе представите вот такой эластичный проводник жидкости. Да? В чем особенность резинового шланга? То, что это не кость. Это не твердая структура. И если вы возьмете шланг в руку, да, вы его можете перегнуть. А если вы его сильно перегнете, то жидкость по шлангу течь перестанет. Посмотрите, пожалуйста. Мочеточник тоже можно перегнуть. Особенно с учетом того, что он находится прямо в брюшной полости. В отличие, например, от тех же легких. Если вы помните, по альвинорму мы с вами изучали, то легкие находятся в грудной клетке. И они защищены ребрами, их структура. Они защищены, они же ребрятными мышцами. Здесь мочеточники лежат прямо в брюшной полости. Поэтому если рядом будет что-то происходить и давить на мочеточники, то передавить их, в принципе, достаточно легко, как вы сами понимаете. Это нам с вами очень важно помнить, потому что мы с вами потом будем разбирать те причины, которые могут привести к нарушению функции почек. Одна из них заложена вот как раз в анатомической особенности почек. А здесь же все время формируется моча. Она все время должна стекать в мочевой пузырь и все время должна регулярно удаляться. Потому что мочевой пузырь хоть и полый, и достаточно большой орган, но он не безразмерный. Итак, какие же функции выполняют почки в нашем организме? Ну, самая важная и самая такая вот на слуху, которую мы все знаем, это выделительная функция. Однако, посмотрите, пожалуйста, кроме нее почки на самом деле выполняют еще три очень-очень важные функции, о которых часто забывают. Это функция поддержания гомеостаза или постоянства внутренней среды, это эндокринная или внутрисекреторная функция и функция метаболическая, то есть они вмешиваются в обмен веществ. Давайте посмотрим, как это происходит. Выделительная функция почек. Ну, понятно, что все вещества водорастворимые, которые нам не нужны, да, будь то это лекарственные вещества, будь то это какие-то ксенобиотики, да, чужеродные вещества, если это вещество водорастворимое, то выводится из организма, оно будет через почки. Не важно, что это, токсический продукт, лекарства, которые организм тоже воспринимает как ксенобиотик, как что-то чужеродное. Все это будет уходить через почки. Отработанные гормоны и метаболиты, если они превратились потом в водорастворимое вещество, они тоже удаляются через почки. И большинство гормонов и информационных молекул, оно заканчивает свою жизнь и свой цикл именно так. То есть пришло в клетки мишени, дало сигнал, отработало, и дальше оно должно попасть в кровь, профильтроваться через почки и уйти. Потому что иначе оно снова попадет в цикл и опять будет давать уже повторный сигнал активации. Что иногда и происходит, если почки не срабатывают, не выполняют свою функцию. Но посмотрите, пожалуйста, удалять надо не только отработанные гормоны, не только отработанные информационные молекулы, не только чужеродные вещества. У нас с вами еще есть много вещей, которые, казалось бы, нам полезны и нужны, но их тоже нужно удалять. Что это? Прежде всего, это продукты остаточного белкового обмена, так называемые. То есть мы с вами получаем извне вещества в виде пищи. И если жиры и углеводы – это молекулы, которые состоят из углерода и кислорода и водорода, да, и в идеале до конца они могут расщепиться на углекислый газ и воду, то в белках появляется еще одна молекула. Это молекула азота. И до азота Л2 она уже никогда не расщепится. Из белков она расщепится только до аммиака. Аммиак – продукт токсичный, поэтому его нужно срочно организму связать и вывести в виде чего-то уже другого, менее токсичного. Организм это и делает, и он расщепляет, соединяет аммиак до солей, аммония, до мочевины, до креатинина. И вот эти уже нетоксичные продукты, нетоксичные, но водорастворимые, выводятся через почки. И по работе, по концентрации, по накоплению этих веществ как раз и судят по почечной активности. В крови. То есть не должна расти концентрация этих веществ в крови, это значит, что почки справляются со своей функцией. Кроме того, в белках есть еще молекулы, а это молекулы серы и молекулы фосфора. Серосодержащие медокислоты – это очень важная часть нашей с вами жизни, и антиоксидантной системы, и структурных белков. А фосфорная кислота – очень важная часть нашего энергообмена. Но расщепляются они, в конце концов, до серной и фосфорной кислоты. Тоже очень токсичные, агрессивные молекулы. Тоже должны быть связаны и выводятся через почки. Ну, кроме того, вода излишняя, соли излишние, ионы. А кроме того, и питательные, так называемые, вещества. То есть, если мы водорастворимые питательные вещества потребляем в избыточном количестве, то они тоже фильтруются через почки. Вот это у нас выделительная функция почек. Гомеостатическая. Гомеостаз – это поддержание постоянства состава внутренней среды. То есть, у нас с вами внутри должна быть постоянная концентрация воды, ионов, таких как натрия, калия, кальция, магния, хлора, микроэлементов, витаминов, углеводов, аминокислот. И самое главное, у нас с вами должно быть постоянная PH и постоянная температура. Ну, температурой у нас занимается гипоталамогипотезарная система, а вот поддержанием PH у нас с вами как раз и занимаются почки. И это очень важно, потому что все ферментные системы нашего организма, а мы уже с вами знаем, что ни одна реакция в нашем организме не пойдет без фермента, без белка катализатора, да, без белка, управляющего этим процессом. Так вот, все эти ферменты, они строго рассчитаны на определенную кислотность окружающей их среды, будь то это внутри клетки чаще всего, либо даже внеклеточно. Все ферменты работают при определенном PH. Издвиг PH хотя бы там на один градус вправо-влево, он уже выводит ферменты строя. Ферменты не работают. Точно так же, как издвиг температуры вправо-влево на один градус, уже у нас нам организму плохо, уже ферментные системы не срабатывают, да, и это, ну, человек болеет, он чувствует себя заболевшим. Вот, поэтому PH, кислотно-щелочное равновесие, тоже поддерживается почками за счет выведения либо протонов, либо, да, либо плюса, либо минуса. Ну, и фосфорную и серную кислоты, как мы с вами говорили, почки выводят тоже, и это тоже поддержание, единственный орган, который у нас этим занимается. То есть поддержание гомеостаза, самое важное, поддержание PH, воды, ионов, без чего у нас внутренние процессы не пойдут. Эндокринная функция почек. Почки работают как эндокринные железы, то есть они синтезируют ряд гормонов и активных факторов роста, без которых многие процессы в организме просто не пойдут. И эти функции можно разделить на две большие части. То есть первая часть – это участие в регуляции артериального давления. Для почек это очень важно. Мы с вами посмотрим потом структуру нефрона, как формируется моча, и поймем, почему для почек очень важно постоянство артериального давления в системе. И вторая – это вот эндокринная функция, связанная с различными другими процессами. Артериальное давление. Мы сказали, что в почечном клубочке, в почках давление все время должно быть постоянное. И чтобы не зависеть от окружающей среды, от сердца, от сосудов, от количества воды в системе, почки работают таким образом, что сами синтезируют активные молекулы информационные, которые могут как повышать артериальное давление, то есть сосудосуживающим эффектом обладать, так и наоборот сосудорасширяющим, то есть снижать давление. Это система ренина, ренина – ангиотензиновая система, в результате которого почки синтезируют ренин, а в результате у нас образуется каскадных реакций вещества ангиотензин, самый мощный сосудосуживающий активатор. И система брадикинина, которая является одним из самых мощных сосудорасширяющих средств. Так, почки сами могут регулировать спазмы или расширение сосудов, по которым кровь приходит к почкам, и таким образом они регулируют давление и во всей системе кровотока, и в системе самое главное для них – это почечного клубочка. Мы с вами посмотрим на нефронии. И все это прекрасно до тех пор, пока почки здоровы и пока эта система работает нормально. Но если с почками что-то происходит, а мы с вами потом посмотрим, какие могут быть проблемы у почек, то эта система может поломаться, и в какой-то момент синтез ренина, например, может стать чрезмерным. И тогда возникают очень стойкие артериальные гипертензии почечного генеза. И вторая функция почек, синтетическая функция. Да, почки участвуют в очень многих, в регуляции очень многих процессов. В том числе, например, через фермент урокиназов. Они работают в свертывающей системе крови. То есть в той части ее, которая касается разрушения тромба, фибринолиза так называемого, ответственность за разрушение уже ненужного отработавшего свое тромба. Вырабатывается гормон, который является фактором роста для эритроцитов, для эритропоэзов. Именно поэтому, когда возникает почечная недостаточность, почки плохо работают. Они не только на фильтрацию плохо работают, у них и эндокринная функция не работает. И поэтому возникают не только стойкие артериальные гипертензии, но еще и стойкие анемии. То есть нет эритропоэтина, нет эритропоэза в вкусном мозге. Поэтому внешне он должен быть при почечной недостаточности. Кроме того, почки участвуют в работе, в синтезе, в формировании еще некоторых гормонов и активных молекул. В том числе, например, и завершается в почках образование кальцитриола активной формы витамина D3. А мы с вами знаем, что витамин D3 отвечает за всасывание, реабсорбцию кальция и фосфора, то есть тех веществ, которые необходимы для построения костей и их утилизацию в кости. Без этого, без работы почек, без формирования активной молекулы этого тоже не произойдет. Ну и, наконец, участие в метаболизме. Метаболизм – обмен веществ. Обмен веществ – это в основном углеводы, белки и жиры, липиды. Да? Каким образом участвуют почки в этом процессе? Ну, прежде всего, углеводный обмен. Да? В почках происходит такой процесс, как формирование молекул глюкозы из других молекул, в основном из молекул аминокислот. Это особенно важно на углеводном голодании. Если по каким-то причинам внутри клеток недостаточно глюкозы, то энергию клетки они могут получать все равно только из молекул глюкозы. То есть должна войти в цикл расщепления молекула глюкозы. Поэтому сначала организму нужно ее синтезировать, если ее нет. Из чего синтезировать? Из жиров или проще это сделать из аминокислот. И вот такой процесс глюконеогенез называется и происходит у нас в почках. И если происходит углеводное голодание, то в почках может синтезироваться до 50% всей глюкозы необходимой организму. Участие в белковом обмене происходит за счет реабсорбции белков из первичной мочи, расщепления их на аминокислоты и утилизации, то есть повторному использованию. Организм у нас очень экономный, он аминокислоты зря не использует, зря не выкидывает. Всасывает их назад и снова они идут в цикл. В липидном обмене почки участвуют, синтезируя фосфолипиды. Мы уже с вами знаем, что фосфолипиды это то, из чего построены все наши клеточные мембраны. Кроме того, еще синтез некоторых других гликолипидов и веществ липидной природы, которые являются структурными элементами и межклеточного матрица, и межклеточных волокон, например, коллагена, эластина и так далее. То есть очень важная функция почек. Поэтому если почки страдают, то страдают, соответственно, и все эти функции разные. Давайте еще раз подведем итог. Таким образом, что делают почки у нас в организме? Прежде всего, они сохраняют постоянство нашего с вами внутреннего состава. То есть это не просто органовыделения, через которые выделяется все ненужное. Они регулируют количество воды в нашем организме, количество ионов в нашем организме, кислотно-щелочное равновесие, количество питательных веществ, витаминов, микроэлементов, аминокислот, сахаров. Да всего. Все, что попадает в наш организм. То есть сохраняют постоянство его состава. Кроме того, все ненужное, что попадает в наш организм, ненужное с точки зрения нашего организма, тоже выводится через почки, если это водорастворимые вещества. Даже если это токсичные вещества. И мы с вами потом посмотрим, причины заболевания почек. Это вот как раз то, что они хорошо выполняют свою функцию, экскреция. Кроме того, почки поддерживают уровень артериального давления. Регулируют свертывающую систему крови, а именно систему расщепления тромба. Регулируют гемопоэс. Регулируют секрецию некоторых активных еще веществ. И также участвуют в обмене белков, жиров и углеводов. Ну, то есть огромное количество функций. Заполняют почки. И вот, наконец, строение нефрона. Давайте разберемся, почему для почек так важно, во-первых, хороший кровоток, а во-вторых, именно постоянство артериального давления. Посмотрите, пожалуйста, на рисунке строения нефрона. Вот почечная артерия, по которой кровь подходит к ткану почки, к почечному клубочку, так называемому, к почечной капсуле. И здесь эта артерия превращается, посмотрите, в целую сеть сосудов. Она разветвляется, называется это капиллярный клубочек. И дальше из-за разветвления она уже уходит в вносящую артериулу, да, и идет еще куда-то дальше разветвляться. Такая сложная, непонятная структура дважды разветвляется, а потом уже уходит в вену. Для чего? Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь, вот в этом капиллярном клубочке, постоянно нагнетается некое давление, артериальное давление, да? И за счет этого давления жидкая часть крови проталкивается чисто механически, просто за счет давления, в капсулу клубочка, вот сюда. Да, и это называется первичная фильтрация. Она происходит просто из-за того, что артериальное давление вот здесь вот, в артерии и вот в капиллярном клубочке, выше, чем давление жидкости вот в этой вот капсуле. Понимаете теперь, почему так важно, чтобы давление здесь, в почечной артерии, все время сохранялось и постоянное. Потому что все время с постоянной силой нужно давить на жидкость, чтобы она просачивалась вот в эту вот капсулу. Что сюда фильтруется? Все. Все в полиформенных элементах крови. И даже белки, и все элгумины, и глобулины, и понятно уже, что все металлы, все микроэлементы, вся вода, все попадает сначала вот сюда, в капсулу клубочка, и называется первичной мочой. Состав первичной мочи – это практически состав плазмы крови, только без форменных элементов. И количество этой первичной мочи, которая формируется в сутки, 170 литров, ну там плюс-минус, да, огромное количество. Если бы человек все это выделял, то, во-первых, потерю жидкости невозможно было бы восстановить, во-вторых, потерю всего, там же и белки, и микроэлементы, и глюкоза, все. То есть это фактически плазма крови. Терять так много организму не надо. Поэтому после того, как первично моча отфильтровалась, да, здесь вот начинается вот в этой вот капиллярной сети, да, реабсорбция так называемая. То есть из этой первичной мочи уже всасывается все, что нужно организму назад. То есть сначала мы все не глядя отфильтровали, а потом то, что нужно, потихонечку мы начинаем забирать назад. И поэтому посмотрите, вот эти вот дальше идут извилистые-извилистые канальцы, их много, и они длинные, и еще оплетены богатой сетью капилляров. Вот как раз там должен пройти вот этот вот процесс реабсорбции. И все, что нужно, мы должны забрать назад. Что мы забираем назад? Ну, практически все. Все белки, белка в мочении должно быть в норме. Всю глюкозу, глюкозы тоже в норме не должно быть. Аминокислоты, ионы, витамины, воду излишнюю. Более того, на последнем дистальном участке нефрона сюда еще и активно, через работу ферментов, затрачивая на это АТС, секретируется, ну, что-то совсем уже ненужное организму в большом количестве, которое сюда по градиенту концентрации не профильтровалось. То есть сюда может секретироваться лекарственные вещества, токсины какие-то, вот эти самые ксенобиотики, кетокислоты, ну, и дальше йоны, которых избыток в организме. Если натрий избыток, будет секретироваться натрий. Если калий избыток, калий. Фосфорная кислота, серная кислоты, вот как раз сюда тоже секретируют. Это нам не нужно. Мочевая кислота, то есть продукты остаточного белкового обмена. Таким образом, моча концентрируется, из нее забираются нужные вещества организму, досекретируются, концентрируются ненужные. И в количестве 1,5-1,7 до 2 литра моча, который уже не содержит ни белка, ни глюкозы, ни витаминах, ни полезных веществ, выводится из организма. Поэтому понятно, почему почкам так важно поддерживать постоянство артериального давления. Потому что фильтруется моча именно за счет гидростатического давления. Понятно, почему почкам нужна такая богатая капиллярная сеть. И если вдруг с этой капиллярной сетью что-то происходит, нарушается ее проницаемость, как вот мы с вами говорим при стрессе, централизованно нарушается проницаемость всех сосудов организма, почки будут очень сильно страдать, как орган с богатым кровотоком. И понятно, почему, если в организм попало какое-то токсическое вещество, даже если изначально его концентрация в тканях была не очень высокая, то в дистальном конце нефрона его концентрация будет очень высокая. И в почках его концентрация будет высокая, потому что это токсическое вещество и будет накапливаться в почках. И в конечном итоге, если почки не справятся, оно может эти почки и начинать разрушать. Отсюда из анатомического, из функционального строения мочеполовой системы понятны и причины, которые вызывают возникновение заболеваний этой системы. Их можно грубо разделить на четыре основных. Значит, первое связано с нарушением в сосудистом русле, второе связано с интоксикацией, третье связано с нарушением оттока и четвертое с инфекцией. Ну, это и понятно. Все заболевания, которые связаны с генерализованным нарушением микроцеркуляторного русла. Какие это заболевания? Тот же сахарный диабет, когда идет централизованная гликация и разрушение эндотелия во всех сосудах, всех органах. Но больше всего страдают наиболее богатые кровотоком, микрокапиллярами органы, вот почки в том числе. Атеросклероз. Особенно атеросклероз, если он касается почечных артерий. Почки будут все меньше и меньше получать кровь, давление будет именно в почечных артериях все ниже и ниже. Чем будут отвечать почки? Понятно, синтезом ренин. Они-то должны повысить давление у себя, чтобы работать, чтобы гидростатическое давление было. Любые переохлаждения. Понятно, что переохлаждение вызывает спазм сосудистый. Если спазм рано или поздно переходит в хронический, опять-таки почки начинают недополучать крови. Точно так же замыкается эта система, начинает синтезировать ренин. Это вот то, что связано с нарушением микроциркуляции. Теперь про нарушение выведения. Мы с вами вспоминали о том, что видели, да, что мочеточник похож на резиновый шланг. Это мышечная трубочка. И перегнуть его очень легко. Поэтому если в брюшной полости начинают происходить какие-то процессы, объемные, например, то эти объемные процессы легко перед, ну, или отодвинут мочеточник, или уже даже и придавят его так, что нарушат оттоп. Если какие-то камни в почках образуются, то заткнуть, да, выход тоже очень легко. Если есть опухоли, тоже могут, то же самое могут либо отодвинуть, либо передавить мочеточник. Операции, травмы на органах брюшной полости. И такое физиологическое состояние, как беременность, оно тоже вызывает застой в почках. Тоже вот на мочеточнике это все растущий плод в организме тоже дарит. То есть это вторая причина. Застой мочи различного происхождения. Дальше все, что связано с отравлениями. Причем, как мы говорили, отравление это может быть как ксенобиотиками, то есть различными ядами, да, ядовитыми веществами. Это могут быть какие-то и на вредных производствах яды полученные, и интоксикация от вредных привычек, и интоксикация связанная с экологией, да. Но это также могут быть и внутреннего яда происхождения, потому что мы с вами помним, что продукты остаточного обмена белков, аммиак, серные и фосфорные кислоты, это тоже достаточно токсичные продукты. Если их появляется в избытке, то мы тоже травим собственные почки. Ну и последнее, да, по рассказу, но, наверное, не последнее, а по важности, скорее, одна из первых по важности, это инфекция. Мочеполовая система, это система открытая наружу, да, то есть мочеводелительный канал у нас открывается в окружающий нас средок, в котором живет большое количество микробов, микроорганизмов. Да, и как только у нас снижается иммунный ответ, эти микроорганизмы, являющиеся условными патогенами, они с удовольствием заселяют мочеводелительную систему, поднимаясь снизу вверх, а иногда приходя к кровотоку по столь богатому, да, и очень хорошо оседают почку, им там очень комфортно и удобно функционировать. Более того, даже тогда, когда мы с помощью либо антибиотиков, либо организм самостоятельно избавляется от этих микробов, да, у нас остается наша собственная иммунная система, которая уже возмущена присутствием микроорганизма в наших тканях и начинает воспринимать ткани почек как чужеродные. Потому что рецепторы на тканях почек меняются, видоизменяются, и дальше они уже выглядят как чужеродные для нашего организма, для иммунной системы. И начинают агрессивно воздействовать уже непосредственно на ткани почек наша иммунная система, разрушая их самих. Формируется аутоиммунное заболевание. То есть микробов уже давно нету, а иммунная система находится в активации и разрушает собственную ткань. Вот. Ну и, собственно говоря, и заболевания, которые формируются, они тоже очень четко видны по этим четырем, вот по этим четырем пунктам. Это тот вот самый аутоиммунное заболевание, о котором мы с вами говорили, это гламиролонеприд. Да, это заболевание, связанное с нарушением оттока, формированием камней. Мочекаменная болезнь. Гидронефроз. Это нарушение оттока, связанное с другими, не вызванными камнями, процессами в горюшной полости. Нефрактоз. Опущение почки. Мы с вами видели, что почка, она находится в брюшной полости, и она под ребрами, правая и левая, вот так вот подвешены на фасциях. Да, то есть я обращала внимание, что это орган, у которого нету вокруг никакой костной защиты. И если легкие, они очень четко в грудной клетке зафиксированы, то почка просто подвешена на мягкие ткани. И поэтому, если есть, во-первых, бывают врожденные такие состояния, да, опущение почки, блуждающая она еще называется, да, сдвигается со своего места, или если есть какие-то слабость фасции, могут быть какие-то травмы, тоже провоцировать это состояние. Почка уходит со своего места, уходит вниз, а мочеточники при этом перегибаются. И это еще больше усложняет отток мочи. Да, мы с вами говорили, шланг, мочеточник это шланг, который мягкий, который можно легко перегнуть, пережать. Есть еще врожденные аномалии развития мочеточников, которые тоже еще усложняют отток мочи. Ну и пилонефрит это заболевание, связанное уже с инфекцией, которая попала в почки, затрагивая, ну чаще всего все-таки оно идет снизу, поэтому начинается там с мочевого пузыря, но может дойти и до почечных лоханов. Какие симптомы, что будет человек чувствовать? Одним из основных и очень важных симптомов является боли в области поясницы. Но часто эти боли люди путают с болями, как они называют, радикулитными, да, то есть и считают, что боли связаны не с заболеваниями почек или мочеполовой системы, а с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Бесконечно исследуют, делают компьютерные томографии, ходят к массажистам-остеопатам, пытаются вылечить радикулит до тех пор, пока заболевание уже не приходит в какую-то более продвинутую стадию, и когда в моче появляется кровь. Вот тогда, когда появляются нарушения в анализе мочи, вот тогда уже люди обращаются непосредственно к нефрологам. Поэтому анализ мочи лучше всего делать раз в год регулярно, и что бы там ни происходило, какие бы изменения там ни происходили, они легко и быстро покажут нарушения в почках. Специфическим очень еще заболеванием, нарушением в путь цепочек являются отеки. Отеки, появляющиеся на лице, на конечностях, очень характерно, что к вечеру они пропадают, в отличие от сердечных отеков, которые наоборот больше появляются к вечеру. Болезненность, связанная с процессом мочеиспускания, больше говорит об инфекции и больше говорит о нарушениях в нижнем отделе мочеводелительной системы. Это мочеиспускательный канал, это мочевой пузырь. Ну и общая симптоматика, которая связана с повышением температуры, субфибрилитетом, с изменением цвета кожных патронов, с головными болями, снижением аппетита, утомляемости. Тоже может быть, но она не специфичная. Специфично у нас с вами здесь только отеки и нарушения в анализах мочи. Отдельно хочется сказать о заболевании, которое называется почечно-каменная болезнь. Почему? Потому что если остальные заболевания во многом нам не подвластны, то это заболевания, которые мы делаем своими руками. Причины мы с вами потом посмотрим, но камни не формируются за один день. Камни развиваются несколько лет. И сначала это микропещинки, на которые постепенно нарастают вот эти соли, да, из которых формируются камни. И поначалу это песок, который можно убрать, который можно растворить. И лишь потом, когда они сформировались уже вот в такие вот макролиты, как на картинке, да, которые перекрывают почечный канал и мочеточник, вот тогда это уже требует либо оперативного вмешательства, либо там уже хирургического какого-то лазерного удаления, ну, то есть более серьезного вмешательства. Но изначально, если создать правильное PH мочи, эти соли никогда не выпадут в осадок, да. Это вы знаете, вот, например, по сахару, как растворять сахар или соль в воде. Ну, кто-то, может быть, дома делал соляные растворы, засолки какие-то делал, да. И вот есть вода, туда начинают насыпать соль, и какая-то часть соли растворяется, и в какой-то момент все, соль начинает выпадать в осадок. То есть вот гиперконцентрированный раствор. По сути дела, то же самое происходит в почках. То есть за счет либо нарушения оттока, либо изменения PH, да, либо изменения температуры, вот переохлаждения. Здесь просто создаются условия для того, чтобы соли выпали в осадок. Поэтому просто не нужно создавать нарушения оттока, чтобы моча все время проходила, чтобы был все время свободный отток. Не нужно создавать резких скачков PH, и тогда эти камни, ну, и понятно, не нужно создавать такую гиперконцентрацию солей. И тогда эти камни не будут формироваться. Когда создаются вот эти вот условия? Ну, когда формируются условия для формирования камней в почках. Очень важным условием здесь является питание и вода. Безусловно, вода даже на этом на первом месте, потому что есть районы эндемичные по почечно-каменной болезни. Это районы с так называемой жесткой водой, то есть водой, богатой солями кальция. И эти люди находятся в условиях повышенной опасности в формировании почечно-каменной болезни. Люди должны знать о том, что в их районе вода жесткая, и предпринимать какие-то меры. Такие мы с вами вот чуть позже посмотрим. Но кроме того, есть еще и продукты, которые провоцируют, кроме воды, жесткой воды, есть еще и продукты, которые провоцируют формирование камней. Это красное мясо, кофе, чай, субпродукты, пиво в том числе. И сыры такие уже отстоявшиеся, сыры, которые долго выстояли, качественные, дорогие. Ну и вообще в принципе много животных белков, пищи. Не есть хорошо. Кроме того, резкие скачки от щелочной кислотной, до пищи и, соответственно, мочи. Потому что резкое щелачивание, например, будет провоцировать выпадение солей, малорастворимых. Кроме того, все, что связано с нарушением оттока мочи, будь то это, как мы с вами говорили, или какие-то процессы в брюшной полости, там операции, травмы, опухоли, или опущение почки, перегибы мочеточника, или врожденные какие-то нарушения, аномалии развития. Или просто застои мочи, связанные, допустим, с недостатком жидкости. Или со специфической работой, где человеку вовремя не сходить, да, не зря говорят, что не надо терпеть, это очень вредно. Или где человек пьет мало жидкости. Да, допустим, обезвоживание в жару, когда вся жидкость уходит через пот, и человек при этом не обращает внимания на свой питьевой режим. Вот такие своеобразные сидячие работы, работы, связанные с переохлаждением. Кроме того, да, постельный режим длительный, да, после операции какое-то восстановление, после травм. Кроме этого, еще инфекция. Инфекция сама по себе, вот бактерия, как инфекционный агент, она является той самой микрочастичкой, на которой очень хорошо могут потом сформироваться камень, да. И этот процесс очень похож на то, как в ракушке моллюска формируется жемчужина, куда попадает маленькая песчинка, дальше моллюска ее обволакивает, да, перламутром. Но вот, к сожалению, здесь камень формируется точно так же, но не с таким прекрасным эффектом. Получается не жемчужина, а камень зачастую с острыми краями, который будет потом разрушать все свое окружение. Вот такой процесс. Что мы можем сделать для наших почек? Для поддержки наших почек у нас были разработаны два препарата. Это препарат Ренифорд в виде таблеток и препарат с фланором в виде чая, да. Состав очень богатый. Посмотрите, пожалуйста, в основном это растительные экстракты, витамины, а также антиоксиданты, гисперидин, коэнзин-Ку и детоксиканты, дегидроперцитин и супероксид дисмутаза. Это фермент, который у нас борется со свободными радикалами. Для чего? Какие функции, какие задачи вообще мы ставили перед этими препаратами и с чего мы ими хотим добиться? Прежде всего, мы с вами говорили, что моча должна иметь все время постоянное PH. В норме она слабокислая, от 6,6 до 6,8. И вот это состояние, в котором соли наиболее максимально растворимы, и меньше всего выпадает в осадок, и жидкая часть, жидкая моча, тогда все это хорошо выводится. И вот для того, чтобы поддержать кислотно-щелочное равновесие мочи, были введены соли лимонной кислоты, цедра лимона и йоды магния. Магний является конкурентом кальция, он замещает кальций в солях, если уж соли выпали в моче вдруг, а соли магния, они являются более растворимыми. То есть магний замещает кальций в нерастворимых солях, соль становится растворимой, растворяется в воде и выводится из организма. То есть сохраняется и оптимальная PH, и сохраняется растворимость солей. Что нам нужно делать дальше? Нам нужно нормализовать или по возможности усилить отток мочи. Для этого нам нужно, чтобы это было спазмолитическое, то есть снять спазм со всего, из мочеточников, из мочеводелительной самой системы, и с артерии. И самое главное, легкий мочегонный эффект, то есть увеличить количество жидкости, которое проходит через почки. Ну, а следственная скорость движения жидкости. Да? Так, чтобы там не успевала застаиваться моча, и чтобы там не успевали образовываться соли. Эту функцию выполняют с успехом травы, такие как хвощ, брусничный лист, листолокнянки и трава мяты. Но кроме этого, нам с вами нужно еще и противодействовать формированию там микроорганизмов, заселению мочеполовой системы микроорганизмами. Особенно, если снижен иммунитет. И вот травы эти, они также обладают антисептическим эффектом. То есть условно-патогенные флори они не дают размножаться. Вот брусничный лист, листолокнянки, это такие известные антисептики, которые хорошо конденсируются в почках, в первичной моче и во вторичной тоже они формируются большой концентрацией, там большая концентрация фитонцидов получается, да, и очень хорошие антисептические эффекты. Кроме того, также они обладают и антитоксическим действием. Кроме того, мы с вами говорили, что у нас в почках запускается процесс воспаления. Причем воспаление сначала контролируемого иммунного, да, в ответ на микроорганизм, а затем этот процесс уже запускается каскадно без присутствия микроорганизма. И начинается аутоиммунный процесс, который разрушает свою собственную почечную ткань. Мы говорили, гламеролонитрит, да, аутоиммунное воспаление. То есть излишнее воспаление нам с вами нужно убрать. И вот, чтобы сбить каскадные воспалительные реакции, да, здесь у нас присутствует большое количество как антиоксидантов, так и детоксикантов. Это гесперидин, это каинзинку, мощные антиоксидантные, низкомолекулярные антиоксиданты. Это и ферментативный антиоксидант супероксидизмутаза, да, это и витаминные антиоксиданты, это и дегидрокверцитин, и полифенолы зеленого чая. Все это является очень мощными детоксикационными антиоксидантными веществами. И, кроме того, они также обладают способностью стабилизировать мембраны. Как почечных кубочков, так и особенно эндотелиоцитов. Убирать дырки в мембранах, да, восстанавливать структуру эндотелия, ну, и таким образом восстанавливать микроциркуляцию. Вот такой эффект. Так, ага. Вот. И что мы в результате получаем от использования этих продуктов? Прежде всего, это мягкое действие, то есть мы усиливаем мягкий мочегонный эффект, да, то есть мы усиливаем выведение мочи, и через это мягкий спазмолитический эффект, да. Затем мы убираем воспалительные реакции, чрезмерные воспалительные реакции. Затем воспалительные реакции у нас, все реакции против микробов у нас реализуются через свободные радикалы. Мы убираем вот свободно-радикальный стресс, то есть убираем свободные радикалы. Кроме того, мы боремся с инфекцией. Мягкое антисептическое действие. На начальном этапе мы можем прекратить как формирование камней, так формирование инфекции, так и формирование аутоиммунного процесса. Ну, если уже эти процессы сформировались, то на конечных этапах, как минимум, можем помочь организму справляться с этими процессами на фоне приема лекарственной терапии. Так, у нас опять. Да. Так. Так. К сожалению, зависла немножечко у нас презентация, да. Ну, озвучу я вам рекомендации к использованию и презентацию. А, вот, появилась она, да. Ну, слайды потом тоже будут вывешены на сайте, поэтому можно будет на них потом повнимательнее посмотреть, спокойно почитать. Значит, когда нужно применять эти чаи, да, эти препараты, когда нужно особенно заводиться в своих почек. Ну, прежде всего, как я уже сказала, это проживание в районах эндемичных по заболеваниям почек, по почечно-каменной болезни, то есть в районах жесткой водой. Если вода жесткая, то эти препараты, мочегонные какие-то, да, и антисептические, они должны применяться точно так же, как и чаи и кофе, да. Кофе и чай мы пьем каждый день. И я бы сказала, что людям, которые живут в таких районах, лучше вообще заменить чай и кофе на вот как раз фланорм или вот такого плана чаи. Кроме того, если люди знают, что у них в пище избыток белков, белков животного происхождения, и, ну, пока они не готовы отказаться от мяса, стать вегетарианцами, да, и все равно знают, что будут применять эти, есть много белковой пищи. Обязательно тоже как минимум два-три приема чая заменить. Ну, и если люди злоупотребляют чаем и кофе, то хотя бы после применения чая и кофе, хотя бы по полстакана фланорма выпивать для того, чтобы защищать свои почки. Кроме того, если люди знают, что у них в анамнезе или в образе жизни есть какие-то факторы, которые провоцируют застой мочи, ну, как я уже сказала, это могут быть и операции травмы, опухоли, беременность, это могут быть и длительный постельный режим, аномалии развития, таким людям вообще с детства, если у них есть аномалии развития, нужно вот эти препараты применять и в течение всей жизни. Вот, ну, кроме того, если есть какие-то специфические рабочие условия, которые провоцируют застой мочи. Если есть общее снижение иммунитета, мы говорили, что в почках очень легко заселяются, они очень легко бактериями, да, и потом достаточно трудно эти бактерии уговорить оттуда уйти. Им там хорошо, им там нравится. Поэтому, если есть общий иммунодефицит, то лучше профилактически почки защитить. Кроме того, если эти инфекции уже были, то есть, если хотя бы раз были циститы или пиелонефриты, надо понимать, что это большой фактор риска. И лучше всего профилактически продолжать применять такого плана чаи регулярно, ну, да, в качестве пищи. Если уже развилось некое заболевание, то есть, такие, как мочекаменная болезнь, гламелуронефрит, хроническая почечная недостаточность, пиелонефриты, циститы. Естественно, это все прерогатива медицины, да, врачей лечить эти заболевания. Но помочь организму поддержать его на фоне лечения этих заболеваний тоже возможно, да, и это тоже поможет улучшить состояние и ускорить реконволюсцентность, ускорить выздоровление. Препарат у нас применяется по одной таблетке два раза в день. Пакетики чая фланорма завариваются по одному пакетику, заваривается кипятком, настаивается пять минут, как обычный пакетик с чаем, и дальше его можно применять по одному, по полстакана утром-вечером, как любая трава, лучше, более эффективно она будет действовать до еды. Курс рассчитан на месяц, где-то на месяц, на полтора, и курсы можно повторять по необходимости от двух до четырех раз в год. Вот такой хороший эффективный препарат, который защищает наши почки. Надеемся, что он поможет вам защитить ваш организм, не доходить до предыдущего слайда и кучи диагнозов, кучи заболеваний. Безопасный, эффективный, на стадии профилактики особенно. Рады предложить его вам в использовании. Ну и на сегодня у нас с вами все. Продолжаем дальше знакомиться с продукцией нашей компании и встречаться, встречаемся мы с вами через четверг. А на сегодня по почкам все. Благодарю вас за внимание, за ваше терпение, за ваш интерес к нашей продукции. Вопросы, если какие-то возникли, вы можете их прислать на почту или по телефону. Будем рады на них ответить. На сегодня у нас все. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.